Мы сидели на кухне и обсуждали о том, что как было бы здорово построить дом. И в итоге получается, что дом немножко вибрирует, когда отжимается стиральная машина. Но батут на стене это, на самом деле. Ну да, батут все так не скачет. Кухню мы пытались сделать фотогеничной, чтобы можно было на ней и не только готовить, но и также фотографировать. Здесь у нас детская комната. Они там прикольно просто спать, можно в конце потом снять их. Всех, наверное, интересует стоимость нашего дома. Добрый день, меня зовут Татьяна, это мой муж Алексей. Да, сегодня мы расскажем, как построить дом вот такой вот архитектуры за короткие сроки. Еще очень-очень давно, наверное, в году 18-17, мы сидели на кухне и обсуждали о том, что как было бы здорово построить дом. И так как у нас друг работает в продаже участков, он нам рассказал о таком новом виянии, направлении, да, модульные дома, которые можно построить быстро и переехать в них жить. И вдохновившись этим, мы решили залезть в инстаграм, забили хэштег и увидели, что это целое направление именно таких домов, что очень много людей уже построило, живут и радуются. Ну и снизу с этим образовалась целая прям мечта, чтобы когда-нибудь построить себе такой дом. И в 2020 году мы решили осуществить свою мечту и построить дом вот по такому проекту. Так как у нас не было бюджета, поэтому мы стали искать такую строительную компанию, которая построила бы дом такого типа, такого проекта по минимальной стоимости. Идея еще была в том, чтобы именно переехать сразу же в этот дом, то есть уже летом уже можно было, чтобы жить. 25 мая мы заключили договор со строительной компанией, 26 мая мы заключили договор о покупке участка, а 1 июня к нам уже приехали крутить сваи. У нас дом на свайном фундаменте, потому что он выглядит достаточно красиво и он сам не дорогой по стоимости. Здесь в этом доме используется 20 свай диаметром 10 сантиметров и глубиной 2,5 метра. Здесь была сложность, когда мы устанавливали эти сваи там в каменистой почве и пришлось дополнительно вызывать все мабуры, которые бурят дырки, а потом уже вставляли туда и закручивали до конца сваи. Обвязку мы в итоге не стали делать полную, но на самом деле ее стоило бы сделать, а пока мы сделали только внешний периметр. И в итоге получается, что дом немножко вибрирует, когда отжимает стиральная машина. Но батут на стене это на самом деле. Ну да, батут все так не скачет. То есть я бы сейчас уже не стал делать такой свайный фундамент, если бы рассматривал дом как для постоянное жительство. В этом доме используется вся доска камерной сушки. Каркасные доски там идут 150 на 4, на 40 получается миллиметров. Утепление у стен 200 миллиметров, а потолок и крыша 250 миллиметров. Рассматривали вариант сделать фасад дома из профнастила, но решили сделать амитацию бруса и пришлось только это все покрасить. Красили мы все сами, а это у нас сначала грунтовка и потом два слоя краски, известного финского производителя. Большая сложность была покрасить именно окна, так как в нашем доме их уже 20 штук. Это нужно было сделать грунтовкой и потом два слоя краски. Крыша у нас из профнастила. И многие на самом деле переживают из-за того, что ее очень слышно в дождь. Но я бы хотел сказать, что когда хорошее утепление, ее практически не слышно или даже не слышно во время дождя. Давайте теперь покажу наш домик изнутри. Это основная наша комната. Здесь около 30 квадратных метров. Это у нас зона кухни и зона отдыха. Очень интересно проводить время вечером, так как у нас есть проектор. Можно посидеть, посмотреть фильм и также поиграть. Деткам очень большой зал, очень удобно. Здесь у нас комната-спальня. Это основная наша спальня. Комнатки здесь не очень большие, но очень уютные. Большая кровать и комодик. Можно посидеть вечером, посчитать книжечку. Кухню мы пытались сделать фотогеничной, чтобы можно было на ней и не только готовить, но и также фотографировать. Здесь у нас санузел. Мы хотели, чтобы в доме было у нас все комфортно. То есть и горячая, теплая, холодная вода, душевая. По дизайну мы все продумывали сами. Смотрели, куда поставить душевую, посудомоечную машину, стиральную машину. Очень получилось комфортно, чтобы можно подойти. И у нас такая большая здесь столешница. Муж клал плитку. Я красила стены. И также мы придумали такую интересную стену из гипсокартона и выкрасили его краской, чтобы как-то разнообразить это помещение. По поводу утопления здесь теплый пол. Комнатка у нас небольшая, но получилось уютно, функционально. Здесь у нас детская комната. Тоже полностью все красили сами, продумывали дизайн. Хотелось сделать интересные именно такие горы, воздушные шарики, нарисовать домик. С этой стороны у нас должно было быть две одинаковые совершенно комнаты, но во время строительства мы решили немножечко изменить проект и создать здесь еще коридорчик, чтобы можно было во время приезда приехать, раздеться именно сначала с этой стороны. Здесь у нас зона раздевалки, плюс мы решили сюда поставить холодильник и накрывала новая печь, чтобы не портить в этом зале ей вид. И у нас еще получилась такая небольшая комнатка, еще одна гостевая спальня. Весь дизайн дома мы придумывали сами, меняли плинтуса, искали двери. И также пол мы решили оставить его такой, как он есть, именно деревянный, потому что это дерево, это красиво. Мы покрыли его только морилкой и лаком, чтобы он блестел. Когда мы выбирали способ отопления дома в холодное время года, мы решили остановиться на простых электрических конвекторах. Очень удобно, можно включить в розетку, поставить нужную температуру, и в доме будет поддерживаться эта температура. Не нужно разводить никакие трубы, ставить котел. Плюс к этому еще мы поставили систему умного дома, и, соответственно, с помощью телефона можно управлять прямо из города и температурой, и включением-выключением конвекторов и водогрея. Вместе с этой системой умного дома, где можно управлять конвектором, и там еще в комплекте идут датчики для открытия дверей и окон, их можно установить и, соответственно, прямо из города узнавать, что кто-то попал в дом и принимать какие-то меры. Всех, наверное, интересует стоимость нашего дома. Так как мы все записывали, все снимали и знаем, куда потрачены средства, у нас получилось 3 миллиона 750 рублей. В эту сумму входит стоимость приобретения самого участка, это миллион рублей. Стоимость строительства дома – миллион 700 рублей. И оставшиеся миллионы – это коммуникации, то есть вода, электричество, забор, мебель в дом и полностью его покраска. Покраска – это тоже обошлось недешево. На самом деле очень здорово построить дом, и мы стремились к тому, чтобы сделать его фотогеничным и красивым. Так как мы занимаемся еще фото- и видеосъемкой, у нас была в этом цель. И так как наш дом был полностью построен в кредит, мы сдаем его в аренду, а в свободные дни сами здорово проводим здесь время, отдыхаем. Понравился ролик? Ставьте лайк. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на Форум Хаус. И мы всегда рады вашим комментариям. Субтитры создавал DimaTorzok